Золотые слова. Если б молодость мала, если б старость могла. Но бывает участок в середине пути, когда юность и старость могут рядом идти. И жить в эту пору легко и прекрасно. Нам еще все доступно, нам еще все понятно. Познавать новое, расширять личные границы и вместе с тем продлевать молодость и интерес к жизни. Цель, ради которой образовалось сотрудничество Союза пенсионеров Подмосковья и Международного юридического института. Люди пенсионного возраста – это корни нашей жизни. Это мудрость, это опыт, это новые знания. И очень хочется, чтобы этот опыт был осознанный, освоенный. Чтобы эти знания, которые делают человека свободны, дали новый потенциал жизни нашим пенсионерам. Группа студентов необычная. В образовательном проекте «Основы компьютерной грамотности» приняли участие одинцовцы в возрасте от 50 до 89 лет. За студенческую парту каждый из них пришел, исходя из собственных потребностей. Тамаре Киберевой 86 лет. За знаниями ее привела любовь к рукоделию. А как хотелось выглядеть перед внуками, ну, более грамотным. А то, что не спросишь, бабушка, да ладно, там некогда, бабушка, да потом тебе расскажу. А теперь я сама знаю. Разный уровень подготовки возрастных студентов не смутил опытного преподавателя. Татьяна Еремеева сумела найти подход ко всем без исключения. Для удобства создали две группы по 10 человек в каждой. Занятия проходили два раза в неделю по три академических часа, утром и вечером, на протяжении полутора месяцев. И очень много интереса было в глазах, очень много было вопросов, очень много было нестандартных ситуаций, которые мы решали уже и частным порядком, и после занятий оставались. То есть занятия проходили достаточно активно и очень дружно, и очень плодотворно, я считаю. По итогу обучения всем вручили сертификаты о получении дополнительного образования. У нас сегодня первый выпуск. Мы сегодня вручим первые сертификаты. Вы показывали пример нашим молодым детишкам колледжа, института, как нужно себя вести, как нужно относиться к учебе, как нужно относиться к преподавателю. В этот день звучали поздравления, аплодисменты и, конечно, слова благодарности в адрес преподавателей. В какой-то степени сказать спасибо Татьяне Юрьевне за то, что она теперь дорогу открыла в интернет, но времени никакого не хватает у этих бабушек теперь, потому что хочется пойти погулять по интернету. Я лично чувствовала большую поддержку. Мне было очень со временем трудно, но я прям со второго занятия поняла, что я ничего не пропущу. Поддержать выпускников пришли и новички, которым только предстоит расширить свои познания в сфере информационных технологий. Группа начала заниматься в тот же день. Елена Краева, Ферид Хайрединов, телекомпания Одинцова.